Сегодня, как раздаем правительство, заседала экспертная группа по межнациональным отношениям. Наш обозреватель Антон Жилнов знает, что там говорилось, и как Русско-Православная Церковь собирается не допустить повторения новой манишки. Сейчас мы послушаем, что вы говорите. Да, коллеги, добрый вечер. Комиссия по вопросам гармонизации и межнациональных, и межрелигиозных отношений была создана в этом году президентом Медведевым. Создана на базе Совета по взаимодействию с религиозными объединениями, который возглавляет протеерей Всеволод Чаплин. А толчком для этого послужили события на Манежной площади. Тогда патриарх Кирилл в своем обращении заявил, что РПЦ и представители других религий должны работать вместе, чтобы понизить градус радикализма. Очевидно, за прошедшее время градус только повысился. Драка в ночном клубе Петербурга с участием племянника полпреда президента Дагестана в Петербурге. Инцидент с чемпионом по боям без правил Расулом Мирзаевым в Москве. Разбойное нападение в Сагре. Главный вывод сегодняшнего заседания комиссии – это ограничить СМИ и социальные сети в оценке этих событий. Это бытовые, а не межнациональные конфликты, говорится в коммунике. Еще одно предложение, которое должно разрядить обстановку. Протеерей Чаплин сделал на прошлой неделе. Нужно дать шанс скинхедам на то, чтобы легально противостоять преступности и безнравственности. Озабоченные реальными проблемами националисты должны участвовать в их решении, но легально. С апреля этого года в Москве запущен также проект по возведению 200 храмов в шаговой доступности. Глава Синодального информационного отдела Владимир Легоида прокомментировал это сегодня Интерфаксу так. Чтобы этих событий, межнациональных конфликтов имеется в виду, избежать, в обществе должна быть здоровая, нравственная и духовная атмосфера. И храмы – это те маяки, форпосты, вокруг которых такая атмосфера будет возникать и укрепляться. Нам не нужна Вторая Манежная площадь. Русская Православная Церковь ратует за то, чтобы православные приходы стали общинами, в которых бы велась работа с молодежью. Из последних предложений по преобразованию общества можно вспомнить и планы по строительству 300 храмов в Екатеринбурге, а также нашумевший моральный дресс-код для женщин, предложенный тем же вышеупомянутым Севолдом Чаплиным. Коллеги. Спасибо, Антон. Антон Жилнов о том, как Православная Церковь становится политическим игроком. Напомню, что с нами в студии лидер правого дела Михаил Прухоров и председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легоида. Владимир Романович не согласно помотал головой, что РПЦ не становится политическим игроком, а напрасно. Непонятно, что напрасно помотал головой или напрасно не становится политическим игроком. И головой тоже, да. Нет, но в данном случае как раз, может быть, стоило бы Русской Православной Церкви вмешаться. Потому что это действительно довольно тяжелая ситуация. Вы знаете, я совершенно не согласен в том плане, что РПЦ, что видно даже из этого репортажа, она действительно участвует и не может не участвовать в жизни общества. Потому что кто такие паства РПЦ? Это часть нашего общества и, как мы считаем, очень большая часть этого общества. Насчет политического игрока не согласен, но думаю, очевидно, может быть, даже не будем на это время тратить просто природа церкви, она противна любым политическим целям. У церкви нет ни одной политической цели, поскольку, как справедливо сказал наш сегодняшний собеседник Михаил Дмитриевич, цель любой партии это получение политической власти. У церкви такой цели нет и быть не может. А участвовать в жизни общества, конечно, церковь будет всегда участвовать, так всегда было. Ну, видите, как, хорошо, нет политических целей, а политические средства у РПЦ есть? А зачем, если нет политических целей? Есть проблема, которую нужно решать, да, можно все средства хорошее. Конечно, и мы говорим, церковь занимается людьми. Вот мы говорили сегодня... Как вы, подождите, давайте так, как вы думаете повлиять на людей? Вот история, да, самбиста Мирзаева и студента Агафонова. Ее можно рассказать очень по-разному, сейчас большая полемика, да, на этот счет. Можно рассказать так, эдак симпатия к Агафону, симпатия к Мирзаеву, по-всякому. Ну, так или иначе, было с самого начала понятно, что здесь нет национального вопроса, бытовая история. Да, все согласны, присутствующие. Совершенно бытовая история, да. И, более того, родители погибшего студента-то говорили, да? И с самого начала точно так же было понятно, что националисты или те, кто хочет разыграть эту карту, как угодно, ее разыграют. Да, и когда вчера газета «Коммерсант» пишет, что в эти выходные спецслужбы всерьез ожидают националистические волнения, поводом для которых будет именно инцидент с Мирзаевым Агафонова... Отсюда возникает вопрос, зачем это делать? Зачем об этом писать? Вот сегодняшнее заключение комиссии... Нет, нет, не плохие новости. А читатели не имеют права быть предупрежденными о том, что... Имеют, если у нас есть там 200-процентное основание в том, что это действительно так. А если мы понимаем, что мы не превращаем бытовую ситуацию... Особенно осторожны, от этого будет хуже? Если они будут предупреждены? Нет, конечно, нет. Предупреждены от реальной опасности, конечно, это будет хорошо. Если... И очередь от реальной опасности. Но если мы будем ежедневно с утра до вечера говорить о том, что вот абсолютно бытовая ситуация у нас не сегодня, а завтра превратится в какой-то мега-межнациональный конфликт, ничего хорошего не вижу. Но это, естественно, мы сейчас... Тут важный момент. Вы считаете, это журналисты выдумали? Вы считаете, журналисты это выдумали? Я этого не говорил. Если они получили эту информацию, они, конечно, должны об этом сообщить. О чем тут речь? Винить во всем сне, давайте сразу откажемся от этой точки зрения, потому что это неправильно. Я никого ни в чем не обвинял. Давайте о роли церкви. Да, давайте о роли церкви. Здесь я готов, вот прозвучал тезис о 200 храмах, которые мы планируем построить в Москве. И почему это важно, почему мы считаем, что это может изменить ситуацию. В этом плане мы можем сказать, что церковь работает, ну, не сколько тактически, сколько, может быть, скорее, стратегически и на длину. Потому что те люди, которые будут приходить в храм, те люди, которые будут вырастать в атмосфере храма, в эстетической атмосфере, в духовной атмосфере, в нравственной атмосфере, эти люди не выйдут на улицы. А эти люди не пойдут с националистическими лозунгами по улицам Москвы, Екатеринбурга, любого другого города. Мы это знаем. 20 лет прошло с 91-го года. Выросло целое поколение людей, для которых церковь не была под запрет. И именно потому, что эти люди не всегда, да, или именно потому, что храмов не хватает. Почему мы строим 200 храмов в Москве? Потому что храмов не хватает. Ну, давайте же мне сказать, ну, что ж такое-то. 200 храмов в Москве, почему 200 храмов в Москве? Потому что у нас есть районы в Москве, где на один храм приходится 100 тысяч жителей. Причем не жителей вообще, а людей крещенных. Об этом говорит, так сказать, статистика, социология, да. И когда, ну, представьте себе, даже пусть из этих 100 тысяч в храм приходит в воскресенье на службу тысячи человек. Вы представьте, пусть там 5 священников. Вы представьте, что такое тысяча человек на 5 священников. Какое общение у священника может быть, там, когда у него час на то, чтобы поговорить со 100 людьми. Поэтому, естественно, вот это под... Или люди ездят там по 2 часа. Ну, зайдите в любой московский храм в воскресенье. Посмотрите, что там происходит. Посмотрите очереди на исповедь. Можно ли говорить о серьезной духовной работе, когда у пастора есть полторы минуты на разговор с человеком, который пришел, душу ему излить. Может он как-то на него повлиять? Конечно, нет. Конечно, это очень сложно. Поэтому те единицы, которые получают возможность личного общения со священником вне богослужения, после службы, там, которые уже за эти 20 лет сложилось, поверьте мне, сложилась очень серьезная культура церковного общения. И очень много людей, которые являются и коллегами нашего уважаемого гостя, и моими коллегами, и вашими коллегами-журналистами, имеют таких друзей-священников. Но их, с одной стороны, много в относительном показателе, да, но в абсолютном их очень мало. И если у нас будет 200 храмов еще, то число этих людей будет расти. И молодые люди не по улицам будут шататься, а будут приходить в храм, где с ними будут разговаривать, где они будут молиться, где они будут заниматься, ну, какими-то серьезными делами. Почему мы говорим о том, чтобы при этих храмах обязательно создавались какие-то досуговые центры, социальные службы и так далее? Тогда мы тоже готовы брать за себя ответственность, но нам нужны какие-то инструменты. И это не политические инструменты. Это преодоление одиночества, на которое обречен современный человек. Это преодоление разобщенности, когда люди живут в одном подъезде, годами не знают имен друг друга. Это долгосрочная программа. Михаил Анатольевич, вы атеист, я ничего не пропустила, да? Более того, лидер партии, которая позиционирует себя как партия атеистов. Ничего подобного. Просто у нас как раз мы считаем, что у нас страна уникального межрелигиозного, межконфессиального мира. Так было всегда. А вопрос веры, это вопрос каждого человека. Он для себя этот вопрос решает сам. Поэтому я человек не церковный, но это не значит, что я не верю. Я верю в то, что в нашу страну верю. Я верю, например, в то, что мы наконец-то сможем сейчас объединиться в мирное время, а не в военное. И что мы можем сделать тот самый порыв, который вырвет нашу страну действительно в лидирующие страны по всем показателям. Поэтому вопрос заключается в другом. В рамках борьбы с национализмом, я считаю, что и наша партия будет сотрудничать со всеми конфессиями. Потому что это дело общее. Это вопрос не только религии, это вопрос общества. Это вопрос каждого из нас. Поэтому я считаю, что этот вопрос взрывоопасный. Он действительно существует в обществе. Я согласен, что средства вашей информации должны не просто писать об этом, а бить их на бат, что такая проблема есть. Тогда мы будем решать вопросы не следствия, а причины. Почему такое происходит? Потому что молодежь безработная, что статистика показывает, и все опросы говорят о том, что около 30% дееспособного нашего общества хочет уехать за границу. Но если такое количество дееспособных людей хочет уехать и не связывает с нашей страной будущее, что-то не в порядке, а срочно что-то менять, совместная деятельность, совместные цели всегда эту проблему решают. Это же не новая проблема, она всегда возникала в тяжелые моменты, когда в обществе что-то не так. И рецепты крайне понятны и просты. Ойли, кому удалось с этим справиться? Ну нам же удавалось на протяжении нескольких сотен лет мирно существовать. Ой, вы очень спорные вещи говорите. Я очень хочу в это верить, но это просто не совсем так. Ну, вы же являетесь абсолютно так. Привите пример. Привите пример. Межнациональных столкновений? Есть вопросы, например, связанные с нарушением правопорядка. И когда законы не действуют, правопорядка, те, кто не хочет их решать, начинают переносить причины нарушения просто уголовного закона на вопросы национальные. Это всегда легко. Но вспомните, например, беспорядки на Манежной площади. Я уже об этом говорил. Это что, у нас акт дружбы народов или межконфессионального мира, когда русский полицейский отпускает за взятки нерусского преступника? Это что такое? Давайте эту тему обсуждать так, как она есть. Еще раз повторю, что преступления совершают преступники, а не нации. Но в обществе, которое эти вопросы не обсуждают, всегда мы боремся со следствием. А нужно сделать причины. Что-то не так в целом в обществе. Что-то не так в государстве. Нужно это разобрать и сделать программу, чтобы эти вопросы решить. Чтобы молодежь имела работу. Разобрать и сделать программу, так, мне кажется, могут говорить журналисты. А лидер партии, которая идет на выборы, не может говорить, нужно разобрать и предложить программу. У меня программа есть, просто я ее хочу в нужное время представить обществу. Это тоже важнейшая часть политической технологии. Вот, например, на следующей неделе вы обязательно увидите наш манифест. Знаете, вот дело в том, что на сайте газеты «Известия» буквально несколько минут назад появилась публикация, которая озаглавлена следующим образом. «Известия» ознакомились с программой правого дела. Я цитирую. Она оказалась левее большевиков и смелее партии власти. И дальше вот я вам могу зачитать, а вы сейчас будете опровергать или соглашаться. Я вам утверждаю вас, что с программой ознакомиться невозможно. Невозможно. Потому что она существует в закрытом доступе. И только в ближайшие дни будет опубликован манифест. Я уже ни в одной газете слышал. Проверните. Михаил Прохоров предлагает совместить посты президента и председателя правительства, так как президент должен нести полное ответственность за действия министров. Ложь? Что комментирует? Да или нет? Ну, конечно, нет. Правое дело предлагает высокие социальные гарантии, контроль за монополистами, частичное введение государственного планирования экономики, мощные бюджетные вливания в сельское хозяйство. Что-то соответствует действительности, что-то нет. Правое дело предлагает ратифицировать конвенцию ООН по борьбе с коррупцией и ввести презумпцию в виновности чиновников. В таком формате не соответствует действительности. У нас своя программа борьбы с коррупцией. Я считаю, что вы читаете какую-то мульку, поэтому ее бессмысленно обсуждать. Я читаю публикацию на какие-то известия. Но не источник. Пусть укажет, кто тот источник, который дал программу. Правила не указывать своих источников. Они пишут, что это один из последних вариантов, подготовленных экономистом Владиславом Иноземцевым. Владислав Иноземцев один из многих экономистов, который работает над программой партии. То есть не он пишет программу партии? Не он пишет программу партии, он пишет некоторые разделы. Поэтому составляет программу партии специальная группа людей в голове со мной. То есть я это делаю сам. Но, кстати, именно Владислав Иноземцев является одним из тех спикеров, который, в частности, на странице газеты «Ведомости» некоторое время назад артикулировал мысль о том, что правое дело – это партия атеистического толка. Зачем вам нужно было проводить вот этот водораздел? Это личная позиция Иноземцева. Он выступал как гражданин России, он не высказывал в этом смысле позицию партии. Позицию партии мы уже обсудили. Но ведь это же вам и симпатии принесло. У нас же порядка 70%, или, может быть, я сейчас навру, но там ближе к 70%, людей, которые, если не прямые атеисты, то не вы церковные люди, которые верят во что-то. Я не хочу повторять то слово, каким вы охарактеризовали свой тезис, но боюсь, что это именно так. Все наоборот. Я не смевалась, Владимир Владимирович, вы с этим не согласитесь. Нет, у меня просто есть социология. Я просто как раз-таки согласно всем опросам, которые практически не меняют цифры с начала 90-х годов, до 80% населения России, ну там по-разному, от 70% до 80%. Нет, по сути, Владимир Владимирович, ну 80%? Ну о чем вы говорите? Я просто профессионально этим занимаюсь, причем с академических времен, Михаил Дмитриевич знает, я буду его преподавателем ДНИМО. Так вот, у нас... Нанимаем. Да, нет, не вашему. К счастью или к сожалению, не могу сказать. Так вот, до 80%. К чему счастью или к сожалению? Вот это вопрос второй. Первый я уже задал. Так вот, все зависит от того, ну до 80% себя идентифицируют как православных. Нравится нам это, не нравится. Вот, идентифицируют как православных. А вы сказали наоборот, вы сказали атеисты. Я не успела договорить, вы мне не дали такой возможности, к сожалению. Простите, Витя, я начал учиться у коллег. Ура, ура. Это хорошо, что мы чего-то учим все-таки наших гостей. Да, 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 не давать договорения. Вы же четвертая власть, вы же не можете не учить. Нет, мы ни на что не претендуем. Владимир Владимирович, я вот, мне просто действительно интересно разобраться, потому что я некоторое время назад уловил некий признак полемики, давайте так это назовем, между РПЦ и партией «Правое дело». Потому что вдруг патриарх Кирилл выступил с чем-то вроде отповеди в адрес партии «Правое дело». Никакая другая партия до сих пор не удостаивалась. От 2008 года, я хочу перебить, 27% опрошенных, это общероссийский опрос, назвавшие себя православными, не знают ни одной из десяти заповедей. Одновременно, ну и так далее. Ну и что? Мы же говорили про другое, но они-то себя называют православными. Мы же не говорили об их образованности, правда? Мы говорили о том, кем они себя считают. Есть такое понятие идентичность. Вот человек может, он может быть на четверть узбеком, но считать себя узбеком. Так вот, мы его записываем к узбекам и летим. Надо к национальности разбиваться. Нет, а какая разница? Хорошо. Что же вы так поняли понять эту разницу? Почему поняли? Это аналогия называется. Знаете, такой есть принцип приведения аналогии. Так вот, если эти, они неважно знают, они не знают, человек, если он себя считает православным или там мусульманином, его записывают как мусульманин и православные. Останемся о статистике, и вы сейчас опровергнете или объясните мне, почему вдруг патриарх решил уделить внимание одной из политических партий, даже не парламентской, а именно партии «Правое дело» и выступить с... Патриарх не говорил о политической партии совершенно точно. Он говорил о том, что в последнее время, и он не называл, естественно, и не касался какой-то конкретной партии, не мог касаться, потому что Михаил Дмитриевич совершенно справедливо сказал, что есть позиция господина Иноземца, на которую, кстати сказать, некоторые православные публицисты отвечали, и эта полемика действительно велась. А что касается святейшего патриарха, он говорил о том, что люди, которые сегодня говорят о воинствующем атеизме, а такие голоса иногда раздаются, это люди, которые очень быстро забывают историю. Потому что мы прожили страшный 20-й век, и тот, кто сегодня призывает к тому, чтобы построить общество без Бога, забывает, что мы в этом обществе жили. Не знаю, как вы, уважаемые коллеги, а я еще его застал, Михаил Дмитриевич тоже. Мы знаем, что это было за общество. Я в таком обществе жить не хочу. Михаил Дмитриевич, а вы? Я еще раз говорю, что вопрос веры, это вопрос лично позиции гражданина. Поэтому у нас по Конституции государство отделено от церкви, у нас светское общество. Поэтому это нужно оставить нашим гражданам. Хочет он верить или не верит. С этим замечу, атеизм, это не значит, что он не верит. Он как раз верит, что Бога нет. Поэтому этот вопрос в некотором смысле не совсем корректно вы обсуждаете. Спасибо. На этой ноте мы закончим на такой философской беседе. Можно я Владимира Романовича представлю? Конечно. Спасибо, мне будет очень приятно. Вы можете присоединиться на данный информационный отдел РПЦ. Был у нас в гостях Михаил Дмитриевич Прохоров, лидер партии «Правое дело». Спасибо. Спасибо.